Всем привет! Меня зовут Татьяна, и добро пожаловать на мастер-класс по развитию soft skills преподавателя английского языка. Я премиум-предаватель Skyeng уже много лет, но вместе с тем я психолог и коуч, и я специализируюсь на развитии, на самоактуализации. И сегодня я решила соединить две моих страсти – преподавание английского языка и развитие, и рассказать, как можно продвигать себя как личность и стать лучше, как педагог и как человек. Великий советский педагог Василий Сухомлинский говорил, что на столе учителя должно быть три книги. Первая книга о своем предмете, вторая книга о смежном предмете и третья книга о предмете, который учитель еще не знает. Я хочу, чтобы этим предметом сегодня стали для нас soft skills. Те навыки, которые не относятся к нам как к преподавателям, это не наше умение готовить к ОГЭ, ЕГЭ, IELTS и так далее, но наши навыки, которые тем не менее влияют на нашу коммуникацию с учениками, на наше преподавание, на нашу эффективность. И сегодня я хочу рассказать вам о семи soft skills преподавателя, которые так важны каждому из нас. Хочу рассказать о системах мотивации и как построить свою систему саморазвития, и, наконец, зачем это делать. И именно с этого мы начнем. Так зачем же развиваться преподавателем? Зачем нам нужны эти soft skills, такие как коммуникация, харизма, эмпатия? Правда в том, что очень часто ученики приходят к нам не столько как к профессионалу, а как к развитой личности. Учитель хочет видеть человека, который его вдохновляет, а не того человека, который будет другу в классе. И в классе, и за пределами его нужно быть действительно достойным человеком и знать, что преподаешь. Не надевать маску профессионала, чтобы не страдать ни выгоранием, ни синдромом самозванца. Во-вторых, если мы постоянно развиваемся, то мы легче требуем того же с наших учеников, и ученики это чувствуют. Поэтому если вы хотите быть действительно требовательным и эффективным педагогом, вы должны расти сами, вместе со своими подопечными. И в-третьих, искусство — это искусство скрывать искусство. Развитие должно быть легким в темпе вальса, абсолютно естественным. И для этого я хочу с вами поделиться некоторыми лайфхаками и идеями по поводу развития и направления развития преподавателя. Потому что развитие — это не то, что должно случаться само. Развитие — это то, что нужно направлять и планировать. Развитие не должно быть поставлено на самотёк. И чтобы нам с вами грамотно планировать своё развитие, нужно для начала понять, в какую же точку мы идём, чего мы хотим достичь, кто наш педагогический идеал. И поэтому я хочу, чтобы вы взяли и ответили на тот простой вопрос, который я задаю всем моим ученикам на первом уроке. Я спрашиваю их, кто был твоим лучшим учителем. У меня есть несбыточная мечта быть этим учителем, но я хочу знать, кто был до меня. И когда ученики рассказывают мне, кто же был самым крутым педагогом, я понимаю, что не нужно. Вспомните свою школу, вспомните свой университет, вспомните своё последующее обучение и запишите как минимум двух-трёх педагогов, которые оказали на вас серьёзное влияние. А потом ответьте, почему, что вас в них так задевало, что позволило двигаться дальше, что вас вдохновило. Именно ответ «почему» скажет вам, в каком направлении двигаться. Но не нужно зацикливаться только на вашем непосредственном опыте. Спросите, кто для вас идеал педагога вообще. Кто для вас педагог действительно с большой буквы? Пестолоцин, Сухомлинский, Выгодский, Гумбольд. Создайте себе свой пантеом идеальных преподавателей. Пусть там будет человек 4-5, и каждый раз, когда вы оказываетесь в затруднительной педагогической ситуации, вы можете спросить «Макаренко, а что бы ты сделал в этом случае?» И попытайтесь ответить за него. Вы не поверите, но это реально работающая техника. Вдохновляйтесь этими историческими примерами, и они будут двигать вас дальше. И не только историческими. Почему не вдохновляться нашими коллегами? Подписывайтесь на социальные сети преподавателей, которых вы считаете крутыми. Лично я люблю Татьяну Фонштейн, Анастасию Иванову. Регулярно мониторю в социальной сети и мысленно спрашиваю их вопросы. Но можно не только мысленно, всегда можно написать в директ. Также обязательно спрашивайте у ваших бывших, настоящих учеников об обратной связи. Просите их написать отзывы. Не обязательно хвалебны. Любая обратная связь лучше никакой обратной связи. То, что они могут сказать, бесконечно ценно для вас. У себя на компьютере я храню целую папочку, где у меня есть более сотни отзывов моих учеников. И каждый раз, когда мне становится грустно, я перечитываю и понимаю, что все это было не зря. Это помогает мне увидеть себя со стороны и понять, в каком направлении мне нужно разбиваться. В чем же мой изюм и за что меня так ценят мои ученики. Также записывайте свои уроки. Записывайте свои уроки на видео. Записывайте свои уроки на аудио. Прослушивайте, пересматривайте их. Выбирайте самые лучшие. И используйте их как образец, по которому вы оцениваете свои остальные уроки. Это уже даст вам некоторую базу, чтобы понять, где находитесь вы и куда вы хотите идти. Выпишите те качества, которых вам, как вам кажется, недостает, и прицельно развивайте их. Для постоянного развития этих качеств вам нужно себя правильно мотивировать. Лучшая мотивация – это сочетание позитивной и негативной мотивации. Морковка спереди, кнут сзади. Лучшая морковка спереди – это, конечно, впечатление. Планируйте впечатление заранее. Да, хорошо поощрить себя новой книжкой, новым онлайн-курсом, хорошей канцелярией или даже сладким. Но лучшее – это, конечно, впечатление, потому что вы запомните это надолго. И если вы хорошо отдохнете при этом, то ваши достижения лучше запомнятся и останутся в вашей голове. Поэтому планируйте пикники, планируйте тематические вечеринки, планируйте походы в интересные места. И это будет лучшей мотивацией. По крайней мере, для меня это работает, думаю, сработает и для вас. Если говорить о негативной мотивации, то ни в коем случае не наказывайте себя, не делайте себе больно. Вообще, есть хорошая книжка о том, как наказывать и поощрять. Называется «Не рычите на собаку». Настольная должна быть для любого педагога. И ее простая идея в том, что не делайте больно ни себе, ни другим. Уменьшайте позитив. Не прибавляйте негатив. Например, посмотрите на одну серию Netflix меньше. Или же съешьте меньше сладкого, но не делайте себе больно. Таким образом, варьируя негативное, убирая негативное и добавляя позитивное, вы будете двигаться гораздо более быстро. Оценивайте свои успехи по 10-балльной шкале, но, безусловно, не распыляйтесь. Не выбирайте больше двух софт-скиллс для развития в конкретный момент. Иначе вы не достигнете нужных результатов, и ваши достижения легко будут от вас улетучиваться. И, конечно, есть такая вещь, как social commitment. Напишите в своих социальных сетях, расскажите друзьям или коллегам, что вы прицельно развиваете сейчас такой навык. Можете вести дневник в социальных сетях, сообщать о прогрессе. Это будет стимулировать вас двигаться дальше и позволит продолжать и ни в коем случае не бросить. Поэтому говорите об этом миру, и мир услышит и поддержит вас. Собственно, вы можете сказать, Таня, что же это за софт-скиллс? Ты все говоришь, как развивать, как развивать, но не говоришь нам о том, что же нужно развивать. Вся очень просто. В процессе работы я выделила 7 навыков, которые непосредственно влияют на качество ваших уроков и на качество вашего общения с коллегами, миром, материалом. И мой список будет таков. Это эмпатия, это харизма, это ваши коммуникационные навыки, навыки нетворкинга, это ваша память, это ваша способность концентрироваться, ваша способность мотивироваться и мотивировать, ваше системное мышление и, конечно, еще раз, ваш эмоциональный интеллект. Поэтому с него именно мы и начнем. Нельзя недооценить важность эмпатии. Все ученики, которые приходили ко мне, в первую очередь были людьми, которые хотели быть услышанными. Ваша эмпатия строится на умении быть хорошим слушателем. Это ваши уши. Поэтому развивайте их. Слушайте хорошую классическую музыку. Слушайте аудиокниги. Пытайтесь не отвлекаться, получать удовольствие, следовать за сюжетом. Уже развив этот вид аудиоконцентрации, вы сможете больше присутствовать во время того, когда вы слушаете ваших учеников. Более того, я бы сказала, что наша способность слушать становится активной способностью наших учеников говорить. Поэтому только у учителей, которые умеют слушать, ученики говорят много, продуктивно и без ошибок. Также не ограничивайтесь только аудиокнигами. Читайте хорошую классическую литературу, классическую английскую литературу, психологический роман, авантюрный роман. Смотрите хорошие фильмы. И главное, отвечайте на вопрос, почему вам понравилось. Как с учителями мы отвечали на вопрос, почему, что вас зацепило. Важно это проговорить, вербализировать, сделать понятным и ясным. И тогда вы сможете лучше понимать, что вам не достаёт как человеку, и что вы можете дать другим. Ведите дневник. Не просто записывайте, не просто на какую-то тему, как прошёл день, а введите дневник по принципу утренних страниц. Утренние страницы – это очень известная техника, данная Джулией Кэмерон в этой замечательной книге «Путь художника», когда вы просто блёскиваете поток сознания после своего пробуждения. Потратьте на это 20 минут. Напишите 750 знаков. Три страницы. Это поможет избавиться вам от эмоционального багажа, очистить свои внутренние эмоциональные линзы и приступить к активному восприятию и слушанию другого человека. И также это просто хорошая площадка для любых потенциальных творческих замыслов и идей. Проходите психологические тесты, как классические, например, тест Кэтла на большую пятёрку личностных качеств, так и проективные, которые скажут вам, кто вы, по вашему выбору, совершенно не связанных со словами объектов, например, тест Люшера, тест Сунди, тест Роршаха. Записывайте результаты и смотрите их в динамике. Развивайте в себе навык саморефлексии. Смотрите, как вы меняетесь со временем. И отвечайте на вопрос, что бы вы могли сделать лучше. Ну и благодарите себя даже за то, что уже есть, потому что это залог того, что дальше будет лучше. Также ходите к психологу хотя бы раз в месяц, потому что если вам есть над чем работать, если у вас есть какие-либо свои цели, задачи, миссии, путь, всё то, что вы хотите, вам действительно поможет другой человек, который даст вам возможность посмотреть на себя с другой стороны. Поэтому психолог для учителя – это маст. Для защиты от выгорания, для мотивации, для определения того, что же делать со своими психологическими навыками. Также развивайте свою психологическую устойчивость. Это тоже очень важный навык в нашем стрессовом мире преподавания. Она развивается через медитацию, йогу, силовые нагрузки, хорошо делать балансовые асаны. Всё это очень сильно помогает быть вносливой, что бы ни происходило на работе. А происходит очень много. Я думаю, вы все это знаете. Чтобы оно происходило в том направлении, как вы хотите, важно развивать свою харизму. Харизма тесно связана с эмпатией. Как я сказала, в эмпатии важно хорошо слушать. В харизме, харизматику тоже очень важно уметь слушать, потому что три кита харизмы — это живое присутствие, это тепло и это сила. Присутствие — это как раз-таки ваше умение слушать, умение быть здесь и сейчас, не отвлекаться ни на что другое. То есть нужно развивать свою концентрацию. Это медитация, это ваше фокусирование, это ваш режим с вашими гаджетами, это ваша способность делать одно дело здесь и сейчас. В данном случае быть максимально присутствующим рядом с другим человеком. Если вы на уроке, больше никого в классе нет. Или может быть. Есть хорошая книга Криса Дейля, называется «Гиперфокус». Замечательно прокачивает ваш навык концентрироваться, быть здесь и сейчас. Тепло — это, собственно, уже то, что близко к эмпатии. Это принятие и желание человеку добра. Вы общаетесь с учеником, ученик говорит мысленно, желайте ему добра. Говорите ему, какой он красивый, умный, какой он молодец. Люди это всё очень хорошо чувствуют. Я всегда желаю моим ученикам добра, искрытно и самым прямым образом, и они к этому тянутся. И важно не только желать, важно делать. На каждую просьбу вашего ученика или же коллеги отвечайте искренним желанием помочь, возможностью помочь. Не навязывайте свою помощь, но покажите то, что можете что-то сделать для человека здесь и сейчас. Хотя бы присутствовать и выслушать. Это уже очень много. Также харизма замечательно прокачивается с актёрским тренингом. Если вы ещё туда не ходили, то обязательно сходите, потому что учитель — это актёр учебника. И нужно играть хорошо, нужно запоминаться, нужно быть выразительным. Это просто маст, который нельзя обойти. Старелька Станиславский — это ваш друг. У вас должна быть книга тренингов, и я её применяю, когда у моих учеников блок в общении, в речи, связан не с сознанием языка, а связан именно со стеснительностью. Здесь очень много упражнений, которые помогут раскрыться вам и вашим ученикам. Поэтому помните, вы — актёр. Вы не только психолог, вы и актёр. Вы должны хорошо играть и впечатлять других. Также можно пойти на ораторский тренинг, на тренинг ораторского искусства. Они называются по-разному. Если нет возможности, декламируйте стихи, используйте скороговорки, развивайте дикцию, говорите перед зеркалом, говорите в Zoom, слушайте свои выступления и просто выступайте как можно больше, потому что мы учим речи, и наша речь должна быть замечательно поставлена. Люди говорят мне, Таня, у тебя так хорошо поставлена дикция, ты так хорошо говоришь. Я говорю, ребятки, я тренируюсь. Ну, конечно, я читаю. Всегда важно читать, поэтому книги ваши друзья. А ещё ваш друг — это мотивация, потому что плохо тот учитель, который не может мотивировать учиться. Рядом с хорошим учителем хочется двигаться дальше. Собственно, мотивация именно это и значит. Происходит от латинского глагола «muvere» — значит двигаться. Хороший учитель — это человек, который заставляет всё двигаться, рядом с которым хочется танцевать, бежать, идти вперёд, то есть как-то шевелиться. И чтобы заставить шевелиться других, нужно заставить шевелиться себя. Поэтому, чтобы развить мотивацию, нужно развивать свою волевую сферу. Как её развивать? Её развивать, например, подъёмом, ранним подъёмом, понимаю, не для всех, но хотя бы физическими нагрузками, силовыми и кардио-тренировками, чередуйте их. Это очень хорошо повысит вашу выносливость и вашу силу. Также закаливание в холодной душе — это просто то, что доктор прописал. И в целом старайтесь сила воли опокоиться на способности сказать «нет» себе и другим. Сказать «нет» себе и другим значит вести максимально простую жизнь, максимальный минимализм. Каждый раз я спрашиваю себя, а как я могу сделать это меньшими усилиями? Как я могу без этого обойтись? А мне это надо? Спрашивайте себя, а надо ли вам это? Потому что правильный поступок — это поступок максимально простой. То, что держится, то, что крепко, оно простое. Оно простое, как атом. Именно простое является неделимым. Поэтому пытайтесь убирать из своего окружения всё лишнее. Регулярно чистить свои контакты, свой шкаф, свою книжную полку. И пытайтесь быть простыми, потому что всё гениально, просто. В этом воля, в этом мотивация, в этом сила, в этом правда, в этом всё, в простоте. Также учитель должен не только мотивировать, но очень важно помнить имена своих учеников. Совсем круто помнить, что они там проходят, по какому учебнику вы это делаете. Вообще хорошо помнить, куда вы идёте и что хотите достичь. Память нужно развивать. Тысячи людей не жаловались на память. «Таня, у меня такая плохая память, что мне с этим делать?» Тренировать. Потому что память — это не то, что является само собой разумеющимся. Память, как и мотивация, харизма, эмпатия — это всё мышица. Её нужно тренировать. И что делает преподаватель английского языка, чтобы тренировать свою память? Очевидно, Вацан. Он учит ещё один язык. Если вы ещё не учите другой иностранный, не владеете им, то вы просто обязаны попробовать. Во-первых, потому что это поставит вас в ситуацию некоторого дискомфорта, который поможет вам понять, как чувствуют себя ваши ученики, когда встречаются с незнакомым языком. А во-вторых, потому что это здорово тренирует память. Это тренирует вашу визуальную, аудиальную, эмоциональную память. Это всё очень важно, поэтому хотя бы один язык должен быть в руководке, как туз, у преподавателя английского языка. И ещё раз. Учите стихи. Это классно. Вы не представляете, как млеют ученики от радости, когда ты читаешь им наизусть Шекспира, Кольдериджа, Вортсворта или же Локфеллу. Они всё это обожают, и уже мелодика стиха их очень сильно вдохновляет, а для вас это хороший способ тренировать свою память. Ну, и русские стихи тоже учите. У нас великая, великолепная поэзия. И для развития памяти и в целом осознанности, потому что ваша память это ваша осознанность. Хорошо работает упражнение обратная переводка. В конце дня, когда вы уже легли, попытайтесь проиграть прошедший день наоборот. То есть с того момента, как вы легли, до того момента, как вы проснулись. Обратите внимание на моменты, которые вы помните хорошо, почему они вам запомнились, и обратите внимание на моменты, которые вы помните плохо, или моменты, которые вообще ускользают. Что окружало их? Какой эмоциональный фон был вокруг них? Это ответ на эти вопросы поможет вам понять, что блокирует вашу память. Очень часто наша память блокируется негативными эмоциями, нашими страхами, нашим негативом, нашей агрессией. И работая с этими эмоциями и конкретными стимулами, которые вызывают эти эмоции, вы существенно улучшите свою память и, можно сказать, ткань своей жизни, потому что наша память это то, что мы есть. И она в том числе зависит от такого качества, как системность нашего мышления, потому что тот, кто мыслит системно, гораздо больше запоминает. В целом, учитель — это человек, который создает системы, системы из уроков, системы из программы. Учитель обязан мыслить структурой. Для меня в этом плане очень полезными оказались курсы по project management, курсы по методологии, потому что методолог — это стратегический наслящий учитель, курсы по теории игр и также, как ни странно, это изучение архитектуры, принципов художественной композиции, дизайн мышления, потому что хороший дизайн, хороший дом — это хорошая структура. И когда ты понимаешь, как работает эта структура, как связываются разные части дома или организмы с друг другом, ты начинаешь применять эти принципы в дизайне уроков. И, собственно, другое название профессии методолога — это профессия педагогического дизайнера. У дизайна должна быть композиция. То есть идея, структурные части, функции — все это научает думать в этих категориях и делает ваше мышление более эффективным. И, конечно, вся структура, она существует ради этого. Моё любимое качество. Как говорят, учитель — самая массовая из творческих профессий и самая творческая из массовых. Учитель — это настоящий кладезь креатива, потому что мы можем сделать наш любой урок креативным. Именно потому что мы можем сделать урок необычным, индивидуальным, ярким, творческим, завлекающим к нам ходят ученики. У меня нет больше похвалы, чем когда мои ученики говорят мне, что я очень креативная. Первое, что приходит мне вообще на ум, это вот эта книга «Обучение как приключение коллеги». Если не читали, пожалуйста, прочитайте. Это одна из лучших педагогических книг, в которой мне встречалось о том, как сделать ваш класс интересным и действительно творческим. Вообще, очень важный навык в наших современных реалиях, потому что людям становится всё сложнее и сложнее концентрировать своё внимание. Ученики не читают грамматику, ученики не хотят делать дополнительные упражнения, ученики ленятся. Это так. Сейчас спэн внимание максимально короткий. Даже если урок находит час внимательно, сконцентрированный, это уже большой успех. Потому что всегда можно выбрать ТикТок, можно выбрать Ютуб, можно выбрать быстрое развлечение, которое даст много дофаминового кайфа мозгу ученика. Да, это плохо, но это вызов. Это значит, что мы должны делать наше обучение интерактивным, а значит, игровым, творческим и задействующим потенциал нашего ученика. Как-то мой ученик... Кстати, Таня, почему ты заставляешь меня так много говорить? Потому что когда ты говоришь, ты не зеваешь. Поэтому основа креативности учителя это способность задействовать самого ученика. Но чтобы задействовать самого ученика, нужно обладать рядом качеств. В частности, вербальной креативностью. Мы учим языку, поэтому наша главная креативность это креативность в нашей речи. То, как мы говорим, то, что мы можем сделать с помощью своей речи. То, что мы можем изобрести, какие языковые игры мы способны сделать. и она развивается с помощью курсов креатив-райтинг, курсов копирайтинга, примерных семиляхов, курсов стриттейлинга. Всё это нужно уметь делать, и если выбирать какой-то первый скилл для преподавателя английского, я бы как раз-таки сделала ставку на вербальную креативность. Однако креативность бывает не только вербальная. Важно также развивать свою невербальную креативность. Это любое творческое хобби. Например, я рисую. Мне нужно в то время, когда я делаю простую красивую механическую работу, она помогает мне отвлечься от учительства и посмотреть на учительство по другому углу. И просто это эстетично. Но хорошо заходит музыка, каллиграфия, макраме, керамика, черчение, всё что угодно. То есть у вас должно быть как минимум одно творческое хобби, которое помогает отвлекаться от работы. Вообще креативность тесно связана с вашей способностью расслабляться, наслаждаться и брать от этого мира. Поэтому получайте кайф, отдыхайте, делайте это продуктивно, создавая что-либо. Или же просто сидя в тишине. Даже просто умение слушать тишину подвинет вашу креативность, ваше умение слушать, вашу эмпатию. Как видите, многие навыки, они взаимосвязаны между собой. И что называется last but not least, это нетворкинг и коммуникация. Собственно, мы учим коммуникации, мы учим общение, поэтому так важно быть грамотным, талантливым коммуникатором. Что можно сделать для этого? Для этого можно состоять в возможных сообществах. Вы находитесь в сообществе Sky Teach, уже хорошо. Участвуйте в дискуссиях. В теории обучения считается, что общение в рамках обучения, общение на учебные темы, это также обучение. Обменивайтесь своим опытом. Обменивайтесь опытом со старшими и с младшими коллегами. Заведите себе младшего преподавателя, с которым вы делитесь своим опытом. Так вы сможете лучше его рефлексировать и стать более профессиональными уже в своих hard skills. Устраивайте мастер-майнды и нетворкинг-сессии. Имейте группу друзей, преподавателей английского языка. Посещайте разговорный клуб для преподавателей или сами организуйте сами. Ведите свои в социальные сети, общайтесь, транслируйте свой месседж, свою профессию. И это делает вас гораздо более лучшим коммуникатором на уроках. Мне и их с коллегами, с учениками, с друзьями. Коммуникация — это наше всё. И, собственно, у нас есть большое замечательное сообщество SkyTeach. У нас есть сообщество Skyeng. Skyeng крайне активно занимается развитием своих преподавателей, как развитием hard skills, так и развитием soft skills. У нас есть прекрасный TTC — Teacher's Training Center, где мы занимаемся развитием всех этих науков. Поэтому you're welcome к сотрудничеству со школой. И хотелось бы закончить на позитивном ноте, на креативном совете. Напишите себе письмо в будущее. Напишите себе письмо через один год тому преподавателю, которому вы хотели быть. Опишите те качества, которые стали в вас лучше. Опишите свой путь. Опишите, что было сложно и как вы справились с этими трудностями. Уже само представление этого образа поможет вам гораздо лучше представить, что предстоит сделать и что предстоит пройти. Я дала вам множество советов, лайфхаков, направлений, но в конечном итоге решайте вы, как вам двигаться дальше и что вы хотите от своего преподавания. Я надеюсь, было полезно, поэтому пишите, реагируйте. Говорите, что вам важно и развивайтесь как личность, как человек. Развивайте soft skills, развивайте hard skills и при желании делайте это со скринга. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!